Новости при Ангаре 85 лет назад в Доме офицеров прошел первый субботник. С приходом нового руководителя здесь родилась интересная традиция. Превращать рутинную уборку листьев и мусора в тематический праздник. С торжественным митингом, красными флагами, фронтовой полуторкой и обязательно хорошим настроением. Не устаём повторять, что парк Дома офицеров последние три года – это самое чистое место в городе, а тем не менее порядок поддерживать нужно. Два раза в год, весной и осенью, тепло одеты и с боевым настроением, все без исключения берут в руки хозяйственный инвентарь и ведут бой с мусором на пяти гектарах парка. Я второй раз участвую в этом субботнике, к сожалению, но приятно вспомнить нашу молодость, когда все выходили на субботник и превращали какие-то отрезки территории города в приятные чистые места. Да, очень хорошо. Чита должна славиться и чистотой, и показывать примеры. А мы работаем в культуре. Культура, значит, всё светлое, хорошее. Мы должны, как говорят, толкать массу. Поэтому настроение у нас хорошее, боевое. Я считаю, что чистота – это залог здоровья. Вставить ранним субботним утром не хотелось даже нашей съёмочной группе. Но громкая музыка и позитивный настрой разбутили в этот день каждого, кто оказался в этом районе. Город грязный. И хорошо, что люди добровольно пошли и решили убрать город. Чистота – это залог здоровья, во-первых. И приятно прийти и посмотреть, когда чисто с детьми погулять. Зарядившись энергией, на весь предстоящий день руки сами потянулись к граблям. И только кот-учёный так и не сдвинулся с места, а лишь лениво поглядывал за происходящим. Мир, труд, октябрь. Более ста сотрудников Дома офицеров вышли в парк Адара на субботник. Традиционно он проходит под звуки советской музыки, которая напоминает людям о старых добрых временах, когда для каждого была важна чистота его страны, его города. Марина Путинцева, Виталий Литвинцев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин